Стоит ли входить в сделки, используя трендовые линии? Думаю, да. Если можете войти в сделку с понятным минимальным риском, как это сделать? Вот об этом сегодняшнее видео. Привет, это Адмирал, с меня зовут Лембиту. Раз разговор пойдет о входе на трендовых линиях, то начнем с того, как их строить. Расскажу о методе, который использую сам. Самое сложное в нашей теме – правильно построить трендовую линию. Войти на ней – уже дело техники. Поэтому основное время потратим на выработку навыка построения трендовых линий. После теста, когда поймем, как отмечать линии, покажу методику входа. Трендовые линии можно отмечать только, когда у цены есть выраженная тенденция. Для тренда вверх важным будет повышение минимумов и максимумов, а на тренде вниз – понижение минимумов и максимумов. Строим трендовые линии на росте по минимумам, а на снижении по максимумам. Линии тренда правильно строить по последним минимумам или максимумам. Посмотрим на примере. Так будет выглядеть линия тренда, построенная по правилам, которые используют. Сейчас о четырех шагах, которые нужно сделать, чтобы линия прошла именно так. Представьте движение цены в виде волны. Для этого соедините все максимумы и минимумы между собой. На полученном волновом движении отметьте последние два пробитых максимума. Затем находим и отмечаем минимумы на участке графика между первым хаем и его пробоем. Так же делаем для поиска второго минимума. Соединим ключевые максимумы и минимумы. Последний шаг – соединяем минимумы трендовой линии. На восходящем тренде линию рисуем по минимумам, на нисходящем по максимумам. Эти шаги делать на графике не нужно. Нужно научиться выполнять их мысленно. А сейчас для лучшего понимания пройдем тест. Первый пример – посмотрите на график и определите, используя четыре правила. Какая линия тренда построена верно? Вариант D неверный, потому что тренд проведен не по последним двум максимумам. Это верный ответ. Тренд проведен по последним двум максимумам. Пример второй. Посмотрите на график и скажите, какой из вариантов N, S или A показывает, как правильно провести линию тренда. Это ошибка, потому что, во-первых, линия тренда проведена, когда цена находится в боковом движении, а во-вторых, это не последние два минимума. Это тоже ошибка, так как тренд показал рост, а линия проведена по максимумам. А это верный вариант. Цена показала восходящую тенденцию, максимумы растут, линия тренда проведена по последним двум минимумам. Пример три. Здесь ошибка в последнем максимуме, так как он сформирован без обновления минимума. Здесь все верно. Как думаете, тренд усиливается или ослабевает? Пример четыре. Это ошибка, так можно было строить предыдущую линию, но не текущую. А это верный вариант. Если тест вызывает сложности, вернитесь к четырем шагам для построения трендовой линии и попробуйте эти шаги применять уже на примерах. Пример пять. Это ошибочный вариант, потому что использовали, во-первых, не последние максимумы, а во-вторых, отмеченные максимумы на тот момент не были сформированы на тенденции. Это тоже ошибка, так как это предыдущая линия тренда, потому что на этот момент минимум уже обновился. Это правильный вариант. Линия тренда построена по последним двум максимумам. Пример шесть. В данном случае в первую очередь неверно выбран второй максимум. По первому хаю можно было провести линию, огрубив движение, как в прошлом примере, но второй хай – ошибка. Это верный вариант. Смотрите, цена в нескольких местах пробивает линию тренда, что подсказывает о слабости тенденции. Седьмой пример. Это ошибка, потому что первый минимум определили неверно. Если вы первый минимум определили так, то в рамках старшего таймфрейма линию провести допустимо. Так лучше всего провести линию тренда. Как думаете, сейчас тренд усиливается или ослабевает? Пример восемь. В данном случае ошибка двойная. Во-первых, неверно выбран второй хай. А во-вторых, цена нарисовала уже несколько волн снижения и нужно было строить по их хаям. В данном случае линия проведена верно. Как считаете, о чем говорит пробой линии? Пример девять. Это ошибка, потому что второй минимум сформирован не до конца. Это верный вариант. Он, кстати, подсказывает ослабление тенденции. Пример десять. Это ошибка. Неверно выбран первый минимум. А здесь линия тренда отмечена верно. Из трех минимумов выбрали самый низкий и по нему провели тренд. Сейчас подведем итоги по тесту, а потом покажу, как входить на трендовых линиях. В начале предупреждение о рисках. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если набрали меньше пяти баллов, тест не прошли. От пяти до восьми средний результат лучше попробовать еще раз. Девять и выше баллов – отличный результат. Для входа в сделку нужно построить линии по четырем правилам. Затем дождаться формирования паттерна на касании или пробое линии. После чего войти в сделку по правилам сформированного паттерна. В качестве примера использовал пинг бар. Вход в лонг на пробое максимума сформированной свечи. Стоп за минимум. Зеркально вход в шорт. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на YouTube канал Admirals и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok